И да, дорогие друзья, мы сегодня с вами попробуем его еще и разыграть. Для того, чтобы получить этот шикарный смартфон, надо просто досмотреть это видео до конца, и где-то между делом я вам все объясню. Здарова, народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал ChinaGuardgets, и таки доехал до меня тот самый великий и могучий Poco X3. Данный аппарат, ну, совершенно не нуждается ни в каком представлении, потому что, как только презентовали Poco X3, и его просто на следующий день сметали со всех прилавков магазина. Потому что, в первую очередь, смартфон у нас обладает довольно неплохими, я даже сказал, очень бодрыми для своего оценника техническими характеристиками, интересным дизайном, кому-то не нравится глазок с задней камеры, а кому-то наоборот, мне почему-то даже заходит, хочется посмотреть на эту бандурина. Ну, во главе всего стоит, как я уже говорил, адекватный ценник, так что смартфончик должен быть просто мега сбалансированным. Ну, как он себя проявит на деле, покажут наши реальные тесты. Посылка ко мне в Краснодарский край шла около двух недель, или даже, может быть, чуть меньше, Poco у нас прям прибежал ко мне. Ну, и давайте-ка посмотрим, на что же он, так сказать, способен, и приступим к вскрытию. Погнали! И, кстати, к этому смартфону можно приобрести вот такие вот стильные смарт-часы практически даром. Как? Да, очень просто. Выбираем понравившийся цвет, жмем «Купить сейчас», далее в специальном окне вводим промокод, который я оставил в описании под этим видео, и вуаля, и без того дешевые смарт-часы обошлись нам практически бесплатно. Ну, согласитесь, профит налицо. Кстати, этот промокод работает не только на эти часы, но и на любой другой товар с Алиэкспресс, так что при желании его можно потратить вообще на всё, что угодно. Однако, этот купон действует только для новых пользователей Алиэкспресс, так что регистрируем своих друзей, братьев, сестёр, дедушек, бабушек и вперёд! Ну, а для вас в описании под этим видео я составил новую интересную подборку с крутыми гаджетами и товарами, которые благодаря этой самой скидке можно получить вообще чуть ли не бесплатно. Я сам пользуюсь данной фичей, поэтому советую и вам. Ну, а мы продолжаем. Итак, первым делом нас встречает воздушный матрас, классический. Далее, опа, коробочка с самим смартфоном в стилистике компании Poco. Тут ничегошеньки больше нет, к сожалению, ни подарочков, никаких переходников. А они, собственно, и не нужны. Ну, подарочки всегда нужны, ну, а переходник тут не нужен, потому что смартфончик у нас идёт сразу же глобально. Ничего шить не надо, всё, всем можно полноценно пользоваться прямиком из коробки. Так, он у нас опечатан, продавец не вскрывал, не тестировал аппарат. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны может быть плохо, потому что я всё-таки за то, чтобы продавцы проверяли перед тем, как отправляют, что там работает, не работает. Но, ладно, в этом магазине я заказываю, наверное, уже сотый смартфон, поэтому там всё ок. Так, не реклама, просто говорю, потому что часто заказываю там, даже названия не буду говорить. Что у нас первым делом? Идёт вот такой вот конверт со скрепкой для извлечения символотка. Тут у нас набор фирменной макулатуры мультиязычной. Следом, вот так вот, чехол, немного беспонтовый, прозрачный. Лучше бы какой-нибудь тонированный. Хотя нет, подождите, смартфон у нас идёт в синем цвете, поэтому, ну, чтобы не скрывать всей красоты, комплектуется вот таким вот прозрачным. Но есть бортики для защиты камеры, такие довольно увесистые, здоровые прям. Ну, я надеюсь, тут камера царапаться не будет, плюс такая вот заглушечка есть тут ещё. Ну, а тут для сканера вырез и, собственно, всё. В принципе, чехол, как на халяву, вполне себе неплохой. Далее идёт сам смартфон. Вау, ребят, ну вживую он смотрится просто космически. Ладно, пока что отложим его, добьём комплектацию и уже перейдём к нему. Вот так вот, это сюда подложечка. Вау! Блок зарядного устройства, которым можно обороняться, наверное. Он у нас, насколько я помню, на 33 ватта. Ну, если не помню, то вот тут будет более точная информация. Ну, и вот у нас тут ещё есть USB-C кабель и, собственно говоря, всё. Комплектация, в принципе, довольно стандартная. Я надеюсь, на смартфоне уже наклеена хоть какая-то плёнка. Сейчас мы на это дело посмотрим, потому что, ну, плёночку хотелось бы с завода сразу же, чтобы не царапать нашего красавца. Не, вживую он выглядит просто зачётно, ребят. Я уже... О! Немного клея, разумеется. Блин, шикарнейший дизайн. Ребят, вживую смотрится реально необычно, прикольно. Вот тут ещё эти наклейки, блин, жёсткие такие. Ну, цените. Мне лично нравится. Перелив прям огненный. Плюс ещё вот эти штриховочка такая, текстурная надпись. Ну, пока может надпись... Не знаю, вот Huawei Honor, точнее компания, ну и дочерняя компания Huawei, в принципе, нет разницы. Начали писать на своих смартфонах. И сейчас все пишут на задниках, так что, ну, от этого никуда не деться. Это всегда какой-то новый тренд, новое веяние моды. Сейчас надписи на пол, ну, на пол, короче, задние стенки. Так, что у нас тут есть? Да, у нас есть плёночка задняя, как, в принципе, идут на Redmi Note 9, Note 9S, Note 9 Pro. И тут тоже плёночка присутствует. Но экранчик тут на 120 Гц, а у тех, ребят, к сожалению, только на 60. Ладно, в общем, с комплектацией мы, в принципе, разобрались. Она довольно-таки стандартная, значит, мы переходим к более детальному рассмотрению внешнего вида нашего сегодняшнего героя. На лицевой стороне Poco X3 находится дырень для фронтальной камеры, далее идёт разговорный динамик и датчики. Ну и, собственно, дисплей с диагональю в 6,67 дюйма. На правой стороне у нас находится качелька регулировки громкости и кнопка включения, встроенным прямиком в неё сканером отпечатков пальцев. На левой же стороне у нас находится классический комбинированный слот, который можно установить либо две наносим карты, либо одну на сим-карту и карточку памяти. К сожалению, но что-то придётся принести в жертву. Сверху находится инфракрасный порт для управления бытовой техникой, дополнительный микрофон для шумоподавления и ещё один динамик. На нижней же грани устройства находится прорезь динамика громкоговорителя, микрофон, USB-C разъём и разъём 3,5 мм для подключения наушников. Ну и на тыльной стороне этого монструозного красавца находится вот такой довольно интересный глазок основной камеры, в нём уже расположились 4 глазка, далее идёт вспышка, логотип компании Poco, ну и, как я уже говорил, такой довольно интересный дизайн с применением штриховки и всевозможных градиентных переливов. Собственно, всё как мы любим, ну и, разумеется, он прекраснейшим образом собирает все наши отпечатки пальцев. Да, дорогие друзья, насчёт дизайна можно спорить просто до потери пульса, потому что всё это вкусовщина. Но лично мне Poco X3 нравится прям до безумия. Классное это решение, ребят. Вот эта камера, которую сейчас просто не видно, она кажется таким вот чёрным кругляком, а вот сейчас поворачиваем и видим то, что вот она продолговато и оказывается совсем в другой форме. Плюс эти вот рисуночки, блин, классно. На солнце, я думаю, он будет вообще смотреться просто дичайше, огненно. Единственное, что камера тут выступает прям, я не знаю, наверное, на полсантиметра. Это просто жесть какая-то. Не зря там такой чехол придумали, но, мне кажется, и он не спасёт, поэтому лучше что-то заказать, это тоже бронебойное к нему, потому что я что-то побаиваюсь насчёт основной камеры, и она, скорее всего, будет царапаться. Стекляшка такая довольно крупная, но жертва дизайна будет. Но, я думаю, надеюсь, тут камера оправдает себя, она будет довольно неплохой. Что ещё хочу отметить, так это то, что в целом, с точки зрения габаритов, в руке смартфон лежит довольно уверенно, но он прям полный брат-близнец того же самого Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S. Они прям один в один и ощущаются примерно точно так же. По толщине тоже. Единственное, что на Redmi, всё же камера, смотрите, прям, наверное, в два раза меньше выглядывает. Ну, блин, всё, я уже начинаю переживать за камеру. Надеюсь, всё будет хорошо. Так, ну, вы в комментариях обязательно пишите, какой вам смартфон нравится больше. Это у нас Mi 10 Lite. Вот такое вот решение. Тут классика, камера не по центру, она находится на слевой стороны. Тоже четыре глазка. В принципе, смартфончик довольно симпатичный. И ещё один внутренний конкурент, как на мой взгляд, это Redmi 10X Pro. И все аппаратец идёт у нас на 820. Dimensity – это MediaTek. Но не пугайтесь, сейчас я его тщательно тестирую, и пока что мне он нравится. Это вот новые MediaTek, Dimensity 1000, Dimensity 820. Они прям довольно неплохи. Главное, чтобы с охлаждением не подкачали, но пока что вроде как и с троттлингом больших проблем я не наблюдал. Тестируем, скоро выйдет тест, так что, ребятки, поддержите лайкосиками. И, собственно, что хочу отметить, то, что, опять же, аппараты очень похожи по массогабаритам. Ощущаются примерно одинаковым устройством. Единственное, что, разумеется, тут глазки и камеры разные, окраска разная, да. Но, повторюсь, они прям ощущаются прям как один смартфон. Единственное, то, что у нас тут дырень, а тут получается вот такой вот вырез. Но это жертвы дизайна. К сожалению, безграничные, как их называли, экраны к нам всё никак не придут. Ставят их сейчас, конечно, на некоторые флагманы, но, к сожалению, всё никак до среднего сегмента не доберётся. Хотя был Mi 9T, который обладал довольно неплохой стоимостью и имел экран без всяких дырений. Вот тут, честное слово, лучший был вариант. Так, ну и давайте-ка попробуем запуститься. Так, как я уже говорил, смартфончик к нам пришёл быстро. Я думаю, он не разряжен. Опять же, тут не нужно ничего перепрошивать. Смартфон можно пользоваться прямиком из коробки. Это полностью глобальная версия девайса. Так что я сейчас быстренько всё настрою и продолжим уже на рабочем столе. Итак, мы продолжаем. Собственно, девайс наш запустился. Тут нас встречает, конечно же, всеми любимый, уважаемый Poco Launcher со своими надстройками. И, как я вижу, сразу же идёт 120 Гц из коробки. Так, ну да, довольно шустро. Сейчас мы заходим в настройки, экран и смотрим. Да, действительно, 120 Гц. Сейчас ставим 60-ку и радуемся лесенкам, потому что после 120 на 160 смотреть уже невозможно. Без крови в глазах. Так, сюда. Ну, опять же, как я многократно вам повторял, если пользоваться аппаратом на 60 постоянно, привыкаешь и никаких проблем нет. То есть, к 120 тоже привыкаешь и потом даже не замечаешь этой плавности. Так что сильно гнаться за этим пока что не вижу смысла. Единственное, что в играх это действительно решает. Но тут 732-й G-Dragon, так что я не думаю, что во многих играх он даст 120 FPS. Он бы хотя бы 60 во многих выдал. Но это мы обязательно протестируем, посмотрим уже. Так, быстренько зайдём в настройки. Версия о телефоне. Нас встречает MIUI 12.0.1. А всё, стоять. Нам уже прилетело сразу обнова. Мы её, разумеется, качаем. Так, ну а пока что... Что у нас сюда назад? 12.0.1. Стоит у нас 64 гигабайта накопителя. У нас в модельке предоставлено пользователю. Из которых занято уже 20. То есть, получается что-то в районе 40. Может, 40 с копейками. Как-то маловато. Ну, я думаю, как обычно, в районе 45 будет на самом деле. Так, все параметры. Перейдём сюда. Так, 6 гигабайт оперативной памяти для повседневных задач. Это будет за глаза. 8 ядерных частотей 0,3 ГГц. Опять же, 10-ый Android. В общем, будем тестировать, смотреть, на что же он способен. Пока что всё довольно шустренько, быстро. Наболтаем яркости. Посмотрим углы обзора. Как раз на тёмной картинке это будет идеально видно. И PS матрица у нас немного искажает цвета под большими углами обзора. Но тут довольно неплохая PS матрица стоит, мне кажется, лучше, чем на том же Redmi Note 9 Pro. Ну, в плане герцовки и чувствительности тача уж точно лучше. Но вот в плане цветопередачи будет, наверное, что-то плюс-минус то же самое. Так что, в целом, если обобщать, экранчик тут должен быть лучше. Так, давайте-ка мы сейчас проверим работу сканера отпечатков пальцев. Смартфон у нас расположен на боковой грани. Пароль и безопасность, разблокировка. Так, быстренько вводим наш межгалактический пароль. И начинаем запоминать. Ну, в целом, тут сканер будет, как уже понятно, примерно такой же, как на Redmi Note 9S, 9 Pro. Я не думаю, что какой-то другой будет сканер, потому что всё-таки эта моделька смартфона у нас взята и полностью переделана из девяточек ноутов. То есть, они шли базой для неё. Так, вроде как всё готово. Тест. Прикладываем. Но пока что... А чё так долго? Так, секунду. Раз, два, три. Ещё раз. Раз, два, три. Ну, сканер, мне кажется, работает медленнее, чем на 9 Pro. Так что ждём обнов. Ну, вот сейчас заплатки будут прилетать, так что, думаю, всё-таки надо немножко подождать. Этот аппарат ещё довольно сырой, но должен быть абсолютным хитом в будущем. В ближайшем будущем. Ну, и вон тут у нас герой набирает космические 282 718 очков, что соответствует плюс-минус лучшим результатам 720-го G-Dracona. Так что, честно говоря, от 732-го чего-то космического, феноменального ждать их, к сожалению, не стоит. Ну, а в играх, я думаю... Ладно, в играх мы, конечно же, его посмотрим, уже протестируем. Может, всё не так. И он лучше, чем любой аппарат на 720-м. Но пока что синтетика как-то так себе. Это у нас пятый прогон. Результаты колеблятся от 280-ти ровно до 290-ти. Три сотни я так из него и не выжил. Но, к сожалению, наверное, придётся в морозилку и куда-то класть, чтобы он хоть как-то догнался. Так, и давайте-ка тут же быстро сравним с 720-м G-Dracona. Тоже получается средний результат после пяти прогонов. Это Redmi Note 9 Pro. В среднем получается 273 тысячи очков. Далее идёт следом Mi 10 Lite на 765-м G-Dracona. Вот он уже пошустрее получается примерно на 5-8%. Тут 315 средний результат. И, собственно, Dimensity 820 на Redmi 10X Pro. Он набирает уже 413 в среднем. И это довольно-таки неплохой показатель. Что-то в районе 855-го Dragon не дотягивает на него, конечно, но уже очень близко. Так, ну и, дорогие друзья, давайте-ка наберём 1111 лайков по нашей доброй традиции. И я отправлюсь на тест Poco X3. Посмотрим, на что же он способен в реальных боевых условиях, в играх. Обязательно всё будет с FPS, нагревом, троттлинг-тесты на нём прогоним многократно. И посмотрим, что же он может. Ну и для пущей мотивации прожимаем лайчински и пишем одобряющие комментарии. Ну и, как я и обещал, данного красавца мы разыграем среди наших подписчиков. Давайте-ка устроим розыгрыш 20 октября, если данный ролик наберёт 9000 лайков. Думаю, для видосика с Poco X3 это не составит большого труда. Результаты по классике гласим на нашем втором канале. Так что, с нетерпением, как всегда, жду ваши лайки и комментарии. И я надеюсь, что данный аппарат достанется тому, кому он действительно нужен. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы отправляемся на нашу фото. Экспедицию, где, собственно, столкнём Poco X3 с его ближайшими конкурентами. И посмотрим, кто же из них фотографирует лучше. Тут всё-таки у нас используется соньковский флагманский сенсор. Sony MX682, если меня не изменит память, если меня не изменит память, если меня не изменит 666. Вот тут будет более точная информация. Так же у нас тут есть 13-мегапиксельный ширик, а не 8, как у Redmi Note 9 Pro. Так что, всё-таки, тут задел по фото должен быть получше. Ну а что из этого получилось, мы узнаем прямо сейчас. Тест записи видеокамеры смартфона Poco X3. И запись ведётся в 4-ки разрешения. Это 4-ки 30 кадров в секунду. Соотношение стран стандартное 16 к 9. И тут же хочу отметить то, что у нас присутствует довольно неплохая система стабилизации. Можете сами оценить её работу. Идём обычным прогулочным шагом. И, в принципе, картинка получается довольно плавная. Также тут я смотрю, есть переключение на широкий угол. И оно, клац, не активно. К сожалению, чтобы продолжить запись на широкий угол, нужно будет останавливать, собственно говоря, видеосъёмочку. Но зато можно использовать зум. Зум, кстати, тут будет только цифровой. Это максимальный 6-кратный цифровой зум. Можете оценить качество. Так, и возвращаемся. Ну а сейчас мы переключимся на широкий угол. И вуаля, вот вам и широкий угол. Кстати, он тоже у нас снимает в 4К разрешении и системой стабилизации. Это действительно круто. Потому что тот же самый Redmi Note 9 Pro может снимать на ширик, но уже только в Full HD. Ну, там тоже есть стаб, но всё-таки 4К это совсем другой уровень качества видеосъёмочки. И в целом вы можете смотреть, кто снимает широкий угол Poco X3. Ещё раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись идётся уже на переднюю камеру смартфона Poco X3. И запись ведётся в Full HD. Разрешение это Full HD 30 кадров в секунду. Собственно, это максимальные настройки для фронтальной камеры. А также фронталочка у нас не может ни в какую систему стабилизации. Стаба тут нет, но это добрая традиция компании Xiaomi. И на флагманах стаба у них на фронталке тоже, к сожалению, нет. Ну а так, качество записи видео вполне себе на достойном уровне. Без звёзд с неба, конечно. Но для видеосвязи, скайпа, ватсапа, каких-то мелких зарисовочек, думаю, вполне сгодится. Ну и может, сегодня у нас снимает передняя камера Poco X3. Ну а на этой ноте, дорогие друзья, мы с вами будем прощаться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, жмём на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А также переходим в мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публикую фотосессию устройств, которые приходят ко мне на тестирование. А также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok